Всего лишь одно упражнение, которое увеличит уровень вашего гормона роста в 6 раз. Ты пока подпишись, сейчас все расскажу. Основными свойствами гормона роста являются усиление синтеза белка, анаболизм, уменьшение подкожно-жировой прослойки, улучшение качества кожи, ногтей, волос и, в общем-то, наша красота. Тут я должен прервать и уточнить, что гормон роста не растит мышцей, он растит соединительную ткань и повышает синтез коллагена. Сухожилия, связки, кожа, ногти, волосы, не мышцы. Гормон роста не является анаболиком для мышечной ткани. У нас есть контролируемые исследования, где даже инъекции гормона роста не добавили испытуемым больше мышечной массы. Хотя анаболизм был повышен, как и синтез белка в соединительных тканях. Насчет сжигания жира. Науке до сих пор неизвестно, могут ли манипуляции с вашими естественными выбросами гормона роста увеличивать жиросжигание. Однако инъекции гормона роста усиливали сжигание жира у людей с нехваткой гормона роста. Тут я так скажу, если вы продолжите жрать, похудение не ждите даже от инъекций гормона роста, не то что от спринтов. Согласно этому исследованию, спринтерский бег в течение 30 секунд способен увеличить уровень гормона роста в 5-7 раз. 8 спринтов по 30 секунд с паузой, полторы минуты между ними помогут вам увеличить кратно ваш уровень гормона роста. Абсолютно любая физическая активность ведет к увеличению выработки гормона роста. Чем больше мышца вовлечено в работу и чем она более интенсивная, тем больше гормона роста вырабатывается. Так что спринты это не панацея. Ничего против спринта не имею, но вы можете просто тренироваться в спортзале и у вас будет повышен гормон роста. И кстати сам факт похудения, то есть дефицит калорий, если у вас есть лишний вес, также повышает ваш гормон роста.